Добрый вечер. Не уверен, что еще не спрашивали, но что вы думаете по Яндексу и Тинькову? Ну и подарочек в поддержку Братства Лысых. Спасибо за подарочек. На самом деле, вот все эти новости про Яндекс, Тиньков, Сбербанк, они меня очень сильно порадовали. Знаете, вот снова появилось такое ощущение, что ты живешь в такой великой экономике, одной из крупнейших экономик мира, в которой мощные корпорации, они между собой конкурируют, конкурируют за клиентов, конкурируют технологически, конкурируют изо всех сил, миллиарды долларов обращаются туда-сюда и так дальше. И это все, честно говоря, выглядело очень симпатично. То есть вот эта конкуренция Яндекса и Тинькова с одной стороны и с другой стороны Сбербанка, она очень как-то, ну не знаю, повышает тонну, что называется. Опять же, кажется, что поскольку с учетом развития вот всей этой нашей цифровизации, в общем, пользоваться Сбербанком или тем же Тиньковым, да даже теми же самыми сервисами Яндекса, в общем, удобнее, чем в большинстве стран Запада, вот опять же, кажется, что вернулись какие-то времена, я даже не знаю, какие года, вот какие-то нулевые года, когда казалось, что впереди, значит, много-много лет быстрого экономического роста, что впереди десятки, сотни миллиардов долларов, которые будут вливаться в экономику, что впереди, в общем, впереди прекрасное далеко. Вот вернулось ощущение откуда-то оттуда из нулевых годов. Вот, ну, в общем, наверное, это ощущение, конечно, ложное, это ощущение, конечно, ложное, и тот же самый Тиньков с Яндексом – это редкие исключения в нашей экономике, которая в целом склеротична, неэффективна и так дальше. Но вообще мне вся эта история очень порадовала, на самом деле. Что касается того, что, значит, Яндекс превращается в том числе в финансовую компанию, это совершенно нормально, ведь дело в том, что какая вообще основная задача в финансовом секторе? На самом деле это сбор и анализ информации. Но давайте я вам расскажу то, что я своим ученикам рассказываю. Одна из ключевых проблем в экономике, и в экономической науке, и в экономике, как практической деятельности, вот, это проблем асимметричной информации. Ну, я не буду, если вам интересно, можете просто погуглить «Акерлов рынок лимонов». Сами про это почитайте, а я вам приведу пример сразу из финансового сектора. Смотрите, кто у нас готов взять кредит в первую очередь под любой процент? Ответ – тот, кто не собирается его возвращать. Ну, звучит логично, правда? Значит, меньше всего кредит нужен тому, кто гарантированно его отдаст. И больше всего он нужен тому, кто собирается его не отдавать. Ну, довольно-довольно очевидная история, да? Поэтому главная задача у любого банка – это понять, кому можно давать кредит, а кому нельзя. Надо понять, кто кредит собирается возвращать, а кто не собирается. При этом сам человек, который, ну, субъект, который собирается брать кредит, он-то знает, как он собирается этот кредит использовать. Собирается он его возвращать. Он знает, является ли он мошенником или нет. Он намного лучше, чем банк, зная, чего стоит, например, его бизнес-идея. Он знает лучше, чего стоит его бизнес, насколько он стабилен, насколько он успешен, имеет ли он перспективы роста и так дальше. То есть он это знает намного лучше, чем банк, который выдает ему кредиты. И поэтому отсюда, собственно, и возникает проблема, ну, вот, асимметрии информации. У одного субъекта эта информация есть, у другого его нет. Ну, опять же, чтобы понять чуть-чуть получше, что такое асимметрия информации, я вам предлагаю почитать. Вот Акерлов, рынок лимонов, просто лимоны – это не лимоны. Лимонами называют в Америке поддержанные автомобили. На примере рынка поддержанных автомобилей очень хорошо понять, как асимметрия информации может привести к полной деградации рынка. К тому, что некоторые из транзакций, некоторые из сделок, которые могли бы быть всем выгодны, не производятся, не совершаются. Именно из-за того, что нету, значит, взаимного обмена гарантированной информацией. То же самое касается рынка страховки. Опять же, кто будет готов застраховать свой дом с какой угодно премией? Ну, очевидно, тот, кто собирается его сжечь на следующий день после того, как он его застрахует. То же самое касается медицинской страховки. Кто будет готов застраховаться почти за любые деньги? Ну, очевидно, тот, у кого там рак в тяжелой степени, что-то вот такое. Ну вот, и в финансовом секторе, в принципе, информация – это самое главное, что только может быть. То есть, доступ к информации – это, в принципе, то, на чем все финансы основываются. Тинькофф, значит, он занимается в первую очередь розничным кредитованием. Значит, он не занимается какими-то… Ну, есть банки, которые не работают с розничными клиентами или в минимальном объеме работают, а работают в первую очередь с какими-то большими проектами, с большими компаниями. Тинькофф работает именно с розницей, и ему доступ к информации, возможность получить информацию, возможность обрабатывать информацию, что даже важнее, она чрезвычайно важна. Ну, понятное дело, что кто у нас может лучше обрабатывать информацию, чем Яндекс? Яндекс, в общем, скопил в себе гигантское количество компетенций, связанных с обработкой информации. У него есть там собственный факультет, факультет компьютерных наук, да, в их школе экономики, куда идут большинство призеров и победителей, там, в серосе по информатике, например, да. У него есть там исследовательские центры, у него есть ШАД, школа анализов данных, анализа данных и так дальше, да. То есть это очень мощная структура. И опять же, если Тинькоффу нужно обрабатывать данные, ему нужно обрабатывать данные, то ничего лучше вот тех мощностей, которые уже есть у Яндекса, он нигде на российском рынке найти не сможет. Поэтому, вот, поэтому, в общем, я, не знаю, радуюсь как-то этому. Это шаг в правильном направлении, наверное. Я, естественно, не знаю там финансовые отчетности Яндекса или Тинькова, я их никогда не читал. Ну, наверное, это куда-то в правильном направлении шаг, движение. Так что, в общем, меня эта вся история порадовала. Ну, и то, что Сбербанк, там, несмотря ни на что, старается меняться, старается быть более гибким, старается как-то завлечь в себя клиентов. Ну, тоже, конечно же, это радует. Ну, о чем тут говорить. Так что, в общем, в добрый путь. И очень хорошо, если они между собой будут максимально активно конкурировать. От этого лучше будет только нам с вами. Я прочел в одном паблике, что экономика РФ – это проедание нефти. И 70% занятости – это госсектор. Основа доходов россиян – это соцпособие. Это уже ведомости. Ссылку в ЛСК. Ну, я почитаю, но вообще все это, конечно, ерунда. И Россия, конечно, зависима от нефти, но степень этой зависимости, она тоже очень часто сильно преувеличивается. Сильно преувеличивается. То есть, Россия – это, конечно же, не Туркмения, не тот же Азербайджан. Россия – это страна с сложной экономикой, намного более простой, чем хотелось бы, но, конечно, намного более сложной, чем кажется тем, кто рассказывает про страну-бензоколонку и прочую ерунду. Вот. Когда-нибудь тоже про это, наверное, поговорим, но не сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok